Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов и в сегодняшнем видео хочу поговорить с вами о модели, о системе продаж, как вижу ее я. Я не хочу говорить, что это универсальная и правильная система, потому что я уверен, что каждый из вас, каждый вообще человек от продавца беляшей на станции метро до руководителя крупной корпорации, у каждого из них свои клиенты, свои правила и у них есть какой-то свой результат, поэтому о продажах каждый, я уверен, знает все. Но я сейчас хочу рассказать о том, что мне кажется из моего опыта работы, я работаю дизайнером, продаю дизайн не с помощью рекламы, а с помощью экспертного продвижения, также у меня школа дизайна и тоже я продаю все наши продукты только с помощью продвижения через экспертность и через известность. И мне кажется, что в современном мире, в современной действительности методы прямой рекламы, они, конечно, работают, но они работают недостаточно хорошо и стоят они, к сожалению, очень дорого. То есть крупные корпорации, Facebook, Google, YouTube, все хотят, чтобы вы платили им деньги, чтобы мы платили им деньги. И приходят в этот бизнес крупные корпорации, соответственно, вход за клик уже очень-очень дорогой. Ты соревнуешься буквально на аукционе, они сталкивают производителей, дизайнеров, клиентов лбами и заставляют торговаться. В итоге наша прибыль, наша маржинальность падает и в некоторых бизнесах более 50 даже процентов уходит просто на рекламу за то, чтобы отдавать снова и снова и снова этим компаниям. Это, конечно, здорово для этих компаний, потому что они поняли фишку, поняли эффективность этого способа, они завладели рынком, сделали такие экосистемы вокруг себя и сейчас будут дальше качать деньги, рассказывая и показывая, как это можно делать. Конечно, эта тема работает, но для маленького бизнеса, для среднего какого-то небольшого предприятия, любой организации, как вот студия дизайна у меня, либо школа дизайна небольшая у меня, я считаю, что более эффективный и более интересный способ это продвижение через идеологический маркетинг. Я называю его так и не только я, это такой термин, который можете тоже использовать. В чем суть? Когда вы придумываете некую идею, некую философию, некую внутреннюю составляющую, то, что делает вас экспертом. Естественно, для этого должна быть экспертность, либо своя наработанная, у вас должны быть какие-то идеи, какие-то мысли, как именно вы продвигаете свою технологию, технологию дизайна, свой стиль, свое видение, как нужно делать работу, свои правила, свои методы. Если у вас такая штука сильная есть, то вы можете ее продвигать и вокруг этого объединять людей, как это делают крупные корпорации. Если такого нет, ничего страшного в этом нет, не нужно изобретать велосипед, вполне уместно и вполне будет не стыдно и наоборот даже очень почетно объединяться в группы людей, единомышленников, которые берут какую-то одну тему и по ней идут, то есть двигают эту тему вперед. К примеру, это может быть системный и честный дизайн, как у нас. Это могут быть поставки и правильная работа для поставщиков, когда они не просто звонят, а когда они налаживают отношения с дизайнерами и с клиентами и через это уже продают после налаживания отношений. Это может быть честное отношение с клиентами, когда мы не просто пытаемся впарить что-то, давайте фундамент зальем, скажем, что это стоит недорого, как могут некоторые строители делать, а потом в три раза больше возьмем на отделки, когда уже клиент впишется и деваться будет некуда. Вот это методы, то есть старые способы, старые методы, то, что уходит уже из жизни, то, что уже не будет применяться, то, чем наелись люди, оно уходит и приходят абсолютно новые методы и нужно быть на гребне этой волны, объединяться и двигать эту тему дальше. Потому что именно сильная идеология, нацеленная на пользу, нацеленная на эффективность, которая несет действительно положительные эмоции и делает мир лучше, как ни странно, да, как бы это странно и не звучало, это действительно работает. Я это чувствую по себе, не один год уже я рассказываю, доношу пользу людям по систематизации, я рассказываю о комплектации, о системной комплектации, о дизайне интерьеров, как делать последовательно, о том, как организовывать свой бизнес в сфере дизайна. И ни один уже десяток, ни одна сотня человек переняли эти истории, внедрили в свой бизнес и двигают это дальше. И вот эта волна, которая называется волной системных дизайнеров, да, волной, которая уже применяет эти методы, каждый у себя, вот эти идеи, которые закладываются, которые несут вот эти первые люди, они вместе распространяются по нашему рынку. И вот очень часто, очень такой большой, больной вопрос, как же я буду применять какие-то новые технологии, новое веяние, мои клиенты меня не поймут, у меня это не сработает, не будет заказ, все уйдут к каким-нибудь непрофессионалам. Ничего подобного, как показывает практика, никто кроме нас не может изменить мир. Мы либо меняемся сами, либо принимаем, либо закрываем наш мозг и позволяем странным людям диктовать, как должно быть. Старые парадигмы, они в любом случае уходят, старые методы не будут работать, это закон жизни, все меняется. И мотиватором изменений можем быть как раз мы, это самое важное. Поэтому берите правильные вещи, придумывайте свою философию, свою идеологию и внедряйте ее, либо присоединяйтесь к каким-то другим правильным вещам, которые вы считаете нужным. Берите технологии, доносите их до ваших поставщиков, до ваших сотрудников, до ваших подрядчиков, до клиентов. И только тогда, только так вместе мы сможем двигать рынок, нашу область знаний вперед. Самый главный вопрос, вопрос к вам. Насколько эта тема вам близка, интересно, готовы ли вы изменять себя, готовы ли вы к изменениям к рынку. Хотите ли вы что-то, чтобы поменялось или вас все устраивает и вы просто течете по течению и собираете то, что вам дает рынок, то, что вам позволяет взять ваши конкуренты. Готовы ли вы делать усилия, может быть вы уже что-то делаете, есть ли у вас философия, есть ли у вас идеология, что вам близко, есть ли у вас принципы в вашей работе, в вашем бизнесе. Напишите о них в комментариях и очень будет интересно, конечно, услышать ваше мнение по всему этому поводу. Ну а в следующем видео, оно уже следующее будет на нашем канале, я расскажу о четырех основных принципах, которые мы применяем, которые я рекомендую применять для того, чтобы составлять очень сильное предложение, которое будет точно востребовано рынком и которое сделает вас экспертом номер один в вашей нише. Ставьте этому видео лайк, пишите в комментариях ваше мнение и увидимся в следующем видео.